Не хочется просыпаться, нет сил идти на учебу или работу, трудно довести начатое дело до конца и все время хочется себя чем-то побаловать. Многие осенью впадают в меланхолию и в качестве компенсации пытаются заесть грусть конфеткой. У этого явления есть физиологические причины. Уменьшается продолжительность светового дня, а значит вырабатывается меньше витамина Д. Наш организм так устроен, что ему необходимо солнце. И в таком случае нам может помочь повышение физической нагрузки, собственно приема витамина Д3 и созерцание открытого пламени. В этом нам могут помочь свечи или вдруг есть счастливчики, у которых дома есть камин. Инфракрасное излучение, которое есть от естественного пламени, оно тоже помогает нам как раз таки на физиологической основе чувствовать себя лучше. Раньше люди были ближе к природе. Они начинали работать в поле с наступлением весны и трудились до осени. Зимой, когда урожай был собран, наступало время отдыха. Теперь занятость человека равномерно распределена на весь год. Люди продолжают спешить, бежать, участвовать в какой-то гонке осенью, а ресурсы уже исчерпаны. Пора понемножечку восстанавливать свое ментальное состояние и действительно позволить себе немножечко подольше лежать под одеялом, читать интересные книги. А есть сладкое, хочется, возможно, от чувства стыда, что ты не делаешь так много, как от тебя ожидает общество. Альтернатива наблюдению за открытым пламенем – любование закатами и, конечно, общение с близкими и друзьями. Осень – отличная возможность заняться новым для себя досугом, к примеру, освоить настольные игры, посмотреть с семьей новые фильмы. Еще одна особенность нашего времени, что мы разучились справляться со скукой. Скука – это очень ценное чувство, от которого не нужно сбегать. Оно помогает нам взращивать в себе по-настоящему красивые творческие идеи. Фитнес-тренер Наталья Перескокова уверена, если человек будет хорошо питаться в течение дня, желание съесть лишнюю конфетку у него не возникнет. На завтрак лучше всего есть белково-жировые продукты, потому что они насыщают надолго. Это, например, яичница, творог, какие-то, там, может быть, мясные продукты. На обед можно уже есть крупы, тоже мясо, рыбу, яйца, там, все, что вы любите, курицу, салат какой-то овощной. Лучше отдавать предпочтение в холодное время года овощам тушеным. То есть, если со свежих овощей вы чувствуете, что у вас какой-то дисбаланс в животе или как-то вы мерзнуть начинаете от этого, то можно тушеные овощи. И на ужин желательно есть белок и овощи. То есть, вы мясо, рыбу, яйца, опять-таки. Если заменить полноценный обед чашкой кофе с конфетой, очень скоро это захочется повторить. Получится замкнутый круг. Если хочется сладкого, лучше есть свежие сладкие фрукты, причем на завтрак. Сегодня мы приготовим творожные вафли. Это вот просто белковая бомба. И вкусно, и горячо, что главное, потому что зимой и осенью нам не очень хочется холодное что-то есть. В состав входит яйцо. Я кладу мягкий творог, но можно также класть обычный. Здесь мы добавляем далее муку. Мука любая, какую вы любите. Я кладу цельнозерновую, мне нравится так, потому что в ней больше витаминов группы В, больше клетчатки. Я кладу сахарозаменитель, ребят, знаете почему? Потому что в них, в нем, вернее, меньше углеводов. Он 0 калорий. Если у вас какие-то есть предубеждения против сахарозаменителя, то есть можно класть обычный сахар. Также можно делать эти вафли с овощами. Например, потереть кабачок туда. Можно делать тыквенные вафли. Сейчас сезон тыкв. Можно делать тыкву запеченную сыром. Это очень вкусно. Пока у нас вафли выпекаются, мы, по-моему, подготовим фрукты, нарежем их. Старайтесь использовать сезонные фрукты, потому что сезон такой короткий, да, разных фруктов. Например, инжир не круглый год есть. Всегда я использую бананы, потому что они есть круглый год. Круглый год они вкусные. Слива. Слива тоже, вот эта вот слива очень хорошая, она сладкая. И если вам хочется постоянно конфет, то просто вот находка. Такой завтрак принесет вам море удовольствия, насытит организм витаминами, клетчаткой, полезными веществами и не принесет лишних сантиметров на талии. А еще осенью советуют употреблять в пищу микрозелень. Это кладезь полезных микроэлементов. И не забывать про физическую активность. После тренировки психологически сложнее есть конфеты. Жаль затраченных усилий. Виктория Шарая, Валерий Майоров, Константин Головин. События.